МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадоэ компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Реализация суместных инвестпроектов. Сегодня у Карме обмерковывали перспективные накерунки за Устрийской Республикой. Лепшие товары Беларуси. Держстандарт назвал переможцам республиканского конкурсу. Подрыхтока до континентального форума в Беларуси почался прием заявок на уделу национальным отборочным туры Евробачення 2021. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Передача сертификата на набытье медицинских обсталяваний для районной больницы, оздоровление детей и реализация суместных инвестпроектов. У Карме обмерковывали перспективные накерунки супрацовництва за Устрийской Республикой. Подрабязностями потекавилися наши корреспонденты. Переоценить значение центральной больницы для Кармянского района нельга нияким чином. После Чарнобыльской катастрофы минавита гэта установа узяла на себя основный тяжар боротьбы с ликвидацией наступства аварии. Захворвания, які связаны с ёю, на Кармяншине региструются и зараз, але массовыми их назвать уже нельга. У гэтым годзе куды больше актуальной стала проблема коронавирусу. Подчас другой хвали у больницы под червоную зону адвяли 71 ложек. Правда, зараз 16 з іх перевели уже у звычайный режим. Тут знову открыто педаатричное отделение. Хоть гэта не значить, что быть готовыми для боротьбы с ковидом больше не треба. Значные сродки на гэтая мета и сё лето были выдаткованы запласного бюджета. Передадзенные аустрыйским посольством 5000 евро так само будуть накераваны на набытьё отповедного обсталявання. 5000 долларов будут затрачены на приобретение рециркулятора воздуха, бактерицидный облучатель передвижный, бесконтактный термометр, блок подачи медицинских газов и на свистла индивидуальной защиты. За Устрыйской республикой Кармянский район у Вогали звязывают достатково тесные гуманитарные сувязи. Уже некальки годов в рамках проекта «Отпачинок для детей» из Беларуси мясцовые дети выезжают на оздоровление в эту краину. А про шатаго партнёры мают намер знайомить своих грамадзян с традиционной культурой краин. Хоть только гуманитарной сферой суместные интересы не обмяжовываются. А по коншатковых решениях казать пакуль рано. Но есть вероходность реализации суместных инвестпроекта по вытворчеству запотребованной продукции сыровины Кармянского льнозавода. Причем разговор идти не только о популярных в Европе поливных пилетах с отходов перепроцовки льноволокна. Это, например, создание верёвки для упаковки, дальше нити и объединить два предприятия льнозавод и речицу текстиль в некое дополнительное предприятие. Ну и, конечно же, главное – это пилеты, которые будут использоваться на экспорт для содержания лошадей. Олег Синцеров, Миколай Скинцаян, Яуген Макеенко. Телерадо и компания «Гомельс» Кармянского района. Больше за 78 тысяч рублей было накеровано в регионе на проведении республиканской доброчинной новогодней акции «Наши дети». Об этом поведоми у старшиня Аблвы Канкама Геннадь Соловей. По словах губернатора, сё лета доброчинный марафон объедна около 40 тысяч хлопчиков и девочинок с Гомельской области. По всему региону пройшли святочные ранешники. Например, больше за 1200 маленьких же хоров в области собрало новогоднее свято в Гомельском цирке. С подарунками гостей, представители улада, депутаты, руководители предприятия, волонтеры, наведали детские домы, школы, интернаты, приемные семьи, центры коррекционно-развивающего научения, а также детские больницы. Активный отдел акции приняли громадские организации БРСМ, Белая Русь, Белорусский фонд мира и Детский фонд. А кроме того, Головное управление адукации Абл-Выканкама объявило акцию по оказанию допомоги детям-сиротам и детям-навученцам колледжа и лицеев, которые остались без попечения родителей. До проекта долучились управления и комитеты Абл-Выканкама, предприемства и организации. Высокие узнагороды. Двежихарки Чигунышного района Гомеля отримали ордены мати. Мероприемство отбылось в зале Гомельской областной библиотеки. Татьяна Качагур и Алена Мазовец пришли сюда разом с семьями. Узнагороды им уручило керовниство администрации Чигунышного района. А кроме того, не застались у Баку простовники организации, где працуют жанчины и громадских объединений. Они так само повиншовали Татьяну и Алену со знаменальной подеей. Шмадетные мати згодностью отзначают, не глядячи на бытовые складанности, гэты статус робить их по-соправдному счастливыми. В бытовых вопросах, да, конечно, какие-то есть нюансы. Привезти, увезти, завезти, накормить, одеть, обуть, там что-то рассказать, научить, делать уроки. То, конечно, да. А так, это приятный труд. На территории Чигунышного района Гомеля проживая больше, как 1600 шмадетных семьях. Орденом мати узнагороджены 40 жанчин. Держстандарт назвал переможцев конкурсу лепших товаров Беларуси за минулый год. Лауреатами признаны 261 товар, выпускаемый на большем 170 предприемствах и организациях краины. Сирот переможцев и представники Гомельской области. У номинации «Лепши» у Галине отзначены Гомельбудматериалы и Светлогорским волокном. Товары предприемства «Мазырские молочные продукты», Туровские и Калинковицкие молочные комбинаты, Гомсельмаш, БМЗ и Гомельский химический завод отзначены дипломами «Стабильная якость». Треба сказать, что диплом отримливают те, кто становился лауреатом конкурсу пять и более разов за пар. Вы решить наболелое питание. У Гомеля пройшел черговый громадский прием. По телефону и особистам можно было звернуться до депутата городского совета Татьяны Солодкой, я наш галунный урадж Гомельской центральной городской детячей клинической поликлиники. Жехары региона адресовали депутату самые разные питания. Просили допомогти в решении жильево-коммунальных проблем, связанных со станом дворовых территорий, утриманием дороги и детячих пляцовок. Гучали пытания, связанные с недостатковой периодичностью некоторых автобусных маршрутов. Не обойшли увагой злободенную для всех тему коронавирусной инфекции. Пытались про нюансы открытия листков часовой непроцездольности, выклику рачоу на дом, прохаджение обследованию. Мать из шестерых детей у темлику одного с инвалидностью агучила целый перолик медицинских проблем, с врачением яких не могла справиться самостойно. Например, как изменить педагога, а также где найти вычерпальный спис бесплатных леков, которые можно отрабатывать на детей инвалидов. Все вопросы, которые вздымались во время гражданской приемной, тлумачить статья на Солодкое важные и обовязково их нужно вращать. Эти подробностными тлумачениями, эти зворотами у других служб. На сегодняшний день это дополнительная возможность каждому гражданину задать интересующий его вопрос, либо наболевший вопрос, либо вопрос, который для него не имеет разрешения на данном этапе, для того, чтобы мы смогли акцентировать внимание на ситуации, разобраться с ней и, может быть, своевременно, а где-то даже на опережение сработать и принять необходимые меры с целью профилактики, либо с целью разрешения каких-то возникающих конфликтов, сложных, либо непонятных ситуаций для граждан. На переднем разу традиционно повеличивается количество пожаров по причине несправности першного оттепления. До речи, за 2020 год отбылось больше, как 220 сгораний, что амаль на 50 больше, чем у 2019. В связи с этим вратовальники нагадывают о правилах безопасности. В период холодов и зимних морозов печь – это самый важный предмет в доме и очень важно следить за ее состоянием. Вам необходимо, как хозяину домовладения, следить за целостностью печь и в случае выявления каких-либо трещин или нарушений целостности сразу же их устранить. Кроме того, вам важно помнить о том, что дымоход необходимо прочищать не реже, чем один или два раза в 2-3 месяца. Таким образом, ваша печь будет служить долго и создавать вам комфорт и уют дома. У приватности заборонено сушить речи поблизу открытого огню. При распаливанне необходимо переконаться, что присутничает притопочный лист из негоручных материалов. Так само нельга при распаливанне выкористовывать легкое самозапаливающее ваткости. Топить печь можно 2-3 раза на день, не больше за полторы годины. Скрытые методы контролю. Держа автоинспекции Гомельщины начала выкористовывать патрульный автомобиль без распознавальных знаков. Ее обстреливаны всеми необходными техничными сродками для выявления разных видов порушения правил дорожного руха. Супрационники инспекции означают, подобные способы контролю водителя целком оправданные. Хотелось бы довести до всех наших граждан, что это, конечно же, не самоуправство. Это все у нас является законно и обоснованно. Почему? Потому что согласно закону о дорожном движении, статье 11, формы и методы контроля за соблюдением участников дорожного движения требований правил дорожного движения определяется Министерством внутренних дел. Министерство внутренних дел изгнал приказ номер 155, который реализирует деятельность госавтоинспекции, в частности, Дорожная патрульная служба, где четко прописано, что есть формы и методы контроля, в том числе с применением гласного, негласного и смешанного контроля. В Гомеле подвели выники областного конкурса сярод СМИ и журналистов. Заслуженные узнагороды отримали супрацовники газет, телебачення и радио. Сирот переможцев – наша коллега, журналисты, телеведучая «Беларусь 4» Светлана Князева. Глядачы канала ведают Светлану, как ведущую новину и аутера розных телепроектов. Третья месса у номинации «Левшие аутерские материалы» ее и принесли дитячая познавальная программа «Классная година», а так само цикл передач «Человек года» об переможцах однайменной премии гомельского аблвыконкама. Коллектив телерады у компании «Гомель» широ виншует Светлану и жадает ее и промножать свои профессийные поспехи. Эти два проекта «Классный час» и «Человек года» это те работы, которые приносят мне действительно огромное удовольствие. Работать с детьми – это мне очень нравится, потому что я понартуристовый человек, знаете, педагог, и мне кажется, мне неплохо получается в работе с детьми. И самое главное, что это приносит огромную пользу для них, для детей. Многие поступают на журналистику, поэтому действительно заслуженно, мне кажется, и есть в этом толк и смысл. Ну а «Человек года» – это тоже не меньше удовольствия и радости я получаю и от работы над этим проектом, потому что каким бы ни был очередной герой нашей программы, или это руководитель какого-то предприятия, или простой труженик села, это всегда позитив, это всегда мотивация и лучший пример, мне кажется, для подражания. У Беларуси почался прием заявок на уделу национальным отборочным туры «Еуробачение-2021». Переможца проставить нашу краину на конкурсе у Роттердаме. Удельничать могут и аксольные выканавцы, так и музычные гурты. У составе коллективу повинно быть не больше за 6 человек. Обмежевания по гражданству для удельников нема. Однако взрослые канавцы повинны быть не меньше за 16 годов. Заявку можно подать на офицейном сайте Белтеля Радоя Компании. Плануется, что финальные концерты «Еуробачение-2021» отбудутся 18, 20 и 22 мая. У них приймуть удел каля 40 краин. Нагадаем, Роттердам павинен был принять конкурс у 2020-м, а лез-за пандемии он был откладен. Каляда и дем. На Гомельщине заховываются старожитные традиции наших прадков. И на передние старого Нового года калядовщиков можно встретить по усюль. От маленькой везки до областного центра. Так, например, Гомельское краезнавчальное объединение «Талака» уже в шмат году запрозапрашает всех на щедрыки. Ганна Корольчук все лета так само долучилась до святочных спевов. На календаре святые вечеры, а у народной традиции самый веселый час года – каляды. В этот период молодцы с спевами отправляются веншовать соседев. А те и в свою чергу дякают калядовщиков и частоют присмаками. Частя и за все убачить это можно в щедрый вечер 13-го студеня напереды дни Старого Нового года. Традиция все же должна жить, потому что больше городского населения – это вязковцы, которые в свой час урбанизовались. И треба сказать про ту радость, с которой люди завжды сустракают, войны узгадывают. Хочет за все то и детинство, свои колейны по везках, по везковых дворах также ходили с такой же веселостью и радостью. И плюс мы шмат едем в экспедиции по Гомельщине, где до этой часу фиксуем это обратно. И в основе как раз таки тих песен, тих девеней, которые сегодня будут, лежит саправдная, аутентичная традиция, которая живет и в везцы, и благодаря намаганиям Гомельской талаки, так само уже не одно десяти годы живет и в самим Гомеле. По традиции у дельникам шестя потребны специальные атрибуты. Среди них – вифлеемская зорка и коза. И когда из метафоры небесных объектов все зрозумело, это символ Божьего народжения, то коза – образ суперечливый, связанный с паханскими звычаями. У наших прадков она была символом достатку и добробыту. Так само лечилася, что чем больше колядовщиков пройдет в дом до господа, тем богатей юн будзи. Выгонять гостей было нельга неуяким випадку. Сторожительные традиции Гомельская талака передает своим детям. На вот самых маленьких у дельников шестя можно назвать достатково опытными колядовщиками. Например, Захар у дельнича в Щедрыках в третий раз. Кажет, что Пакуль выучил не все народные композиции, а ли спевая за довольнением. А песни ты знаешь правильные? Ну, некоторые – да. А еще какие традиции знаешь на Щедрыке? Колядин, колядин, я у мамки один, я у батьки один. По колену пирожок, дай, тетка, пирожок. Пирожка мало, дай, тетка, сало. Отлично. Покажи, что у тебя в корзиночке уже. Вот. Некольких один колядование и мяшки, полные смачными почастунками. Их делят помеж собой у дельники святочного шестя. Колядовать можно до полночи, тому у вас так само и сейчас выучить некольких вершев и завитать до соседев. Лечится, что чем веселее пройдет шедрый вечер, тем счастливее будут наступные 365 дзен. Ганна Коральчук, Александр Харлампоу, телерадиокампания «Гомель». Гэтая, а так сама иншая новины, информацию об проектах телерадиокампании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. Дым из магазина на железнодорожной станции. В Гомельском районе спасатели ликвидировали возгорание в торговом павильоне. Звонок в Центр оперативного управления МЧС поступил около полуночи. В поселке Воевода на железнодорожной станции Зябровка произошел пожар в продуктовом магазине. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что из пристроенного помещения валит дым. Из поврежденного имущества только диван. От гари потемнели стены и потолок. На момент возгорания в магазине людей не было, пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – поджог. Смекалка помогла зарабатывать на краже солярки, но довела до уголовного дела. В Мозорском районе два тракториста и водитель грузовика получили на излишках топлива не только дополнительные деньги, но и претензии представителей закона. У двух братьев-трактористов и их коллеги, работавших в одном из сельхозпредприятий, правоохранители нашли дома канистры с окрашенной соляркой. У первых двух смекалистых агрария в ходе проверки было обнаружено более 800 литров топлива. У еще одного – порядка 250. Трактористы накапливали излишки горючего за счет того, что пахали плугами почву на глубину меньше требуемой, а водитель МАЗа накручивал на спидометре километраж. Общий ущерб составил более 1800 рублей. По всем фактам кражи возбуждены уголовные дела. Рейд по проверке сохранности имущества побил все карты злоумышленников. В Рогачевском районе с поличным задержали сторожа и его подельника, которые собирались похитить комбикорма с территории зерносклада. Контрольный рейд организовали начальник сторожевой охраны сельхозпредприятия и председатели Поболовского сельского совета. Организованная засада принесла результат. При попытке вывести корма были задержаны двое 41-летних мужчин, жители деревень Поболово и остров. Пикантность ситуации в том, что один из них – сторож, который должен был осуществлять охрану материальных ценностей. Около 600 килограммов кормов на сумму свыше 350 рублей осталось в закромах хозяйства. Но уголовное дело за попытку кражи возбудили. Это все новости к этому часу. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель и Металлург с победами. Состоялись очередные поединки чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Рыси гостили у Немана. Подопечные Сергея Стасья ошарашили хозяев, дважды забросив уже на второй минуте. Отличились Комбовичи и Елисеенко. Во втором периоде в первой же атаке после возобновления игры гродненцы отставание сократили. Результативный бросок на счету «Малявка». А спустя пару минут преимущество гостей вновь выросло до двух шайб. Голевую атаку Гомеля завершил Скорина. В третий период стал для Рыси испытанием, которое к своей чести они выдержали. Неман нанес в створ гомельских ворот 19 бросков, на что гости ответили лишь одним. Тем не менее, счет на табло не изменился. 3-1 в пользу Гомеля. А вот Жлобинский «Металлург» в гостевом матче против «Динамо Молодечно» устроил в третьем периоде голевую феерию, забросив пять раз. Пропустили старевары единожды. По итогам предыдущих отрезков поединка впереди были хозяева. Однако высокая результативность в заключительной трети принесла победу «Металлургу» 7-2. 14 января жлобинчане отправятся в гости к Гродненскому неману. Гомель – к «Динамо». Очередной новичок в рядах футбольного клуба «Гомель». 23-летний полузащитник Денис Левицкий минувший сезон провел в рядах торпеда «Белас» и «Белшины». Соглашение с футбольным клубом «Гомель» рассчитано на один год. Первый домашний матч женского гонбольного «Гомеля» в новом году переносится на неделю. Запланированный на 16 января поединок пройдет 23-го на площадке Гомельского дворца игровых видов спорта. Соответственно, стоявший в календаре 23 января выездной матч против «Бенту» «Белас» состоится 30 января. Причина – уход обеих команд на карантин. Переносы в мужском чемпионате. С мешков Брест гомельчане сыграют 30 января вместо 3-го февраля. А 3-го февраля состоится матч с БГУ «ФКСК». Оба поединка пройдут в «Гомеле». В Минске завершился чемпионат Беларуси по вольной борьбе. В командном зачете у мужчин и у женщин второе место. В личном зачете золотая награда только одна. Сильнейшей в своей весовой категории стала Мария Мамашук. Лишь в финалах уступили своим соперницам Наталья Ланько и Наталья Бельская. Также у девушек четыре бронзовые награды. Мужчины на высшую ступень пьедестала не поднимались. Добрались до финалов и там уступили своим соперникам Дмитрий Шамела, Артем Руденок, Евгений Ребиков и Анатолий Грамыко. В активе гемельчан также четыре бронзовые награды. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.